Кисть смотрит вниз предплечья и начинает швать предплечья. Потом голова, когда начинает змея, голова начинает поворачивать вверх. И поворачивает к нему, и поворачивает вниз. И потом добавляете ножки. Раз, шаг. Два, три, четыре. И заползаем. Здесь растянули, заработали. И заработали. На что обратить внимание? Для чего я делаю первый подшаг? Могу я пойти назад, если у меня предплечье в таком положении? Не лучший вариант. Поэтому я делаю небольшой подшаг. Небольшой и выстраиваю предплечье в другую линию действий силы. И теперь уже пошел. Раскачиваю, раскачиваю. Возвращаю для того, чтобы к нему ближе подойти. И чтобы согнуть ручку. И самое распространенное заработка. Вы просто давите. Это немножко больно. Но это не так больно, когда вы начинаете заползать. Когда вы заползаете, гораздо больней, чем когда вы давите просто сверху. Раз, два, три. Оп. И заползли. А дальше уже его вытянули. И под 90 градусов рог противник. А клиент руку не хочет гибать. Значит, на прямую работаете. Вот сейчас сидите. То есть, если рука не сгибается, то есть прямая, вы должны работать на прямую. Но важно что? Чтобы вы не дали ему повернуть. То есть, ему хочется вот это. Видно? Повернуть. А я ему не даю поворачиваться. И когда вы не даете ему поворачивать руку, ему ее хочется согнуть. Он сгибается. На какое-то время становится легче. Но потом становится гораздо тяжелее. То есть, он пытается... Смотрите еще раз. Раз. Ошибка у вас. Вы начинаете давить. И отпускаете вот эту руку. И он весь поворачивается. Видно? А я ему не даю поворачивать. То есть, я, наверное, четко зафиксировал руку. А во второй рукой начинаю просто заползать вокруг его руки. И тогда он начинает ручку сгибать. Все лепачивая, надо сгибать. Все лепачивая. Все лепачивая, надо сгибать. Вот здесь можно не добавить, в принципе. Все начнёт здесь вообще накопать. Здесь нашли. Дальше. Дальше. Сейчас. Что-то классное. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще раз посмотрите... Линия атаки... Он должен меня раскачивать постоянно под углами... Вперед... Я могу легко шагать... Я вижу куда иду... Мне удобно шагать вперед... Я рассчитан на то, что я буду идти вперед... Назад мне легко отступать... Потому что я оттуда пришел... Тропинку уже потоптал... Поэтому его задача постоянно расскажет меня по клину... Потому что первый раз шаг... По клину раз... Вот два... Вот тогда я не могу его атаковать... Видно? А вот те шаги назад... Ты шагал... Раз... Нет... Второй шаг взор... Второй шаг... По клину... Вот ты шаги... Ты шагал... Видно? Он меня не отворачивает... Еще раз пушки... Раз... Раз... И два... Вот он меня отвернул... То есть он себя обезопасил... Поэтому четко старайтесь... Не вперед его тянуть... Вперед ему удобно... Он перешагнул... Готов атаковать... А я раскачиваю его... По сторонам... Чтобы ему было неудобно... Понятно? Баклину постоянно раскачиваю... Не идите вдоль... Качнули в одну... И под 90 градусов... То есть все время... Линии атаки пересекает... По разу шагами... Еще один нюанс... Поэтому... Особождение... Но вы потом его сами... Не будем касаться... Просто... Почему нельзя большим пальцем... Я все время хожу и говорю... Не хватать большим пальцем... Не хватать большим пальцем... Раз... Два... Три... Четыре... Если здесь я обхватил... Большим пальцем... Трубу его... У меня амплитуда движения... Очень ограничена... Все... Больше я не могу... Если без большого пальца... Я могу ползти с полюгода... Обвивать... То есть если вы обхватили... То вы ползете... И убираете свой же палец... У вас движение ограничено... Поэтому ручку клоните полностью... Раскачали... Раскачали... Заползали... Четко заползали... Раскачали... Раскачали... Опрокинули... Связали... Сейчас работают из-за одежды... Связали... 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 Смотрите... За линией атаки... Первое освобождение... Которое мы с вами будем рассматривать... Я... Выключаю степень свободы в кисти... То есть у него есть степень свободы в кисти... В локте... В плече... И дальше позвоночный стол... Я выключаю у него кисть... Прокаточкой груди навстречу... И вращением вокруг оси предплечья... И делаю первый шаг по клину... Шаг... И до ворот... До тех пор... Когда не замкнется у меня контур... Видите... Замкнул... Значит... Вы должны почувствовать жесткую связь... Между двумя руками... Через левую руку... Раз... Теперь я подседаю... И делаю шаг по клину... В обратную сторону... И опять замыкаю контур... На себе... И делаю третий шаг... Раз... Два... Все время разбалтываю... Не очень хорошо... Если вы опять начнете шагать вдоль... Раз... И до ворот... Видно? Шаг... Прокатываю ручку... И до ворот... Встроился в плоскость... И замкнул контур... Просто прижал к себе... Теперь... Локоть забираю... Кисть отдаю... И на этом делаю шаг второй... Опять по клину... Плотненько прижал... И третий шаг... То есть... Вначале должны попробовать... Раз... Два... Три... Почти все освобождения... Затяж... У нас будет построен... На этих трех шагах... Поэтому акцент на них... Все время пересекать... Линию атаки... Еще раз... Для себя... Прокатываю шаг... Поворот... Шаг... Поворот... Для чего поворот? Для того, чтобы... Встроиться... В плоскости его руки... Видно? Шага мне не хватило... Я чуть-чуть... Доворачиваюсь... До тех пор... Пока плечи не ляжут в плоскости моей груды... Я не мышцами потом прижимал его в себе... А я телом уже прижался... Теперь я локток забираю... А кисть отдаю... Вот таким опрокидыванием... При этом толкаюсь... Передней ножкой... На которой масса... И делаю шаг опять по клинке... Слежу за тем... Чтобы контур не разомкнулся... То есть... Локоть не должен оторваться от тела... Раз... И прихватил... Опять здесь замкнул его... Видно? И опять слежу... Чтобы он не оторвался... Когда буду уходить... Плотнее... Шаг до ворота... Вот вы его вывели... Качнули... Опять же... Почему? По клинку... На носок клинку... Прижался плотненько... Второй шаг... Опять прижался плотненько... И третий шаг... Уже опрокидывали... Поехали... Еще раз... У него есть те линии... Кисти... Кисти... Локти... И дальше... Плечо... Позвоночник... Я выключил у него кисть... И довернулся в плоскость предплечья... Видно? Теперь я выключаю... Взять... Прижал... Все... Вот эта часть руки уже моя... Его рука начинается от этой точки... Я... Начинаю забирать у него локоть... И встраиваюсь в плоскость плеча... Видно? То есть вы часто просто не доворачиваясь... На второй фазе... Поэтому потом не можете прижаться... Доворачиваясь в плоскость плеча... И опять замкнул фронт... И теперь опрокидываясь... Слежу, чтобы точка не оторвалась... Шаг до ворот... Привплечье... Плечо... И дальше за голову набрать... Присоединение... Заканчиваем... Присоединение... Присоединение... Еще последний момент по этому освобождению... Шаг... За счет чего? То есть вы вывели... И он в этот момент... Не получается у вас тянуть локоть... Почему не получается? Вы должны отдавать ему кисть... То есть вы грудью навалитесь на его кисть... Кисть отдаете к плечу... И в этот момент... Вы забираете локоть... То есть четко себе выясните... Кисть нужно отдавать ему... А локоть забирает на себя... Сейчас идем к более сложным освобождению... Освобождение за шею сзади... Первый вариант... Вправить локоть... Это уже надо... С души в пустой части... Убирать свою руку... Освободить гортань... Можно двумя способами... Первый способ... Я беру... Локоть и плечо... Очень важный момент... Я его не тяну... Я его поворачиваю... Внутрь своей оси... Видно? Если вы делаете правильно... Усилие не нужно... Потому что у него... Усилие назад идет... А вы силе прикладываете... Типа 90 градусов... Там, где его сила равна 0... Если видимо... Подчувствовал его таз... Дальше... Ножкой передней... Толкаюсь... Иду назад... И на этом движении... Зашагиваю... Мягенько... Открываю его ножку... За его опору... Той же опоры внизу... Толкаюсь ногой... Приложение даю плечами... Назад... Доворачиваясь... На 180 градусов... Так, чтобы... Мои... Плечи были на одной линии с ним... Вешаю его массу... За площадь опоры... И дальше... Что у меня остается... Назад... Вниз... В сторону... Ещё раз... Раз... На зад... Вниз... В сторону... Освободил гортая... Подбородок... Сунул сгиб... Ножкой толкаюсь... Ножку его зафиксировал... На точку опоры... Чтобы он не мог... Отшагивать... Переношу массу... Доворачиваясь... На 180 градусов... Подсел... Шаг в сторону... Второй вариант... На лицо... Раз... Оставляю только эту... Мне нужна теперь только она... Рука идёт вдоль... Моего лица... Ось вращения... Его нога... И моя точка... И... Своей рукой... Я вращаю вокруг этой оси... И... Прокинул связок... Освободил... Шагает... И толкает... Его лицо... Не рукой... А... На голову... От себя... Так вот... Так... Так... Ну... Далеко. Три нюанса. Первый. Отказ на ногу. Второй. Если мы прикладываем силы, что нам нужно еще? Точка опоры нам нужна. Поэтому ножку вы облетаете рядочком ставить. Не надо ее далеко. Рядочком оббили и здесь же ее ставят. А самопилка – танец. Таз на него, если таз тут висит, таз на него опустил. Ножкой колкаешься некочувствованием. Опираясь, сталкивая. Насставляем той ноги, на которой шагают. Самая распространенная ошибка – вы ставите сразу же в сторону. Во-первых, вы его хуже выводите, во-вторых, вам уже шага нет. Вы здесь подсели. И потом шаг в сторону. Третья нюанса. Назад, вниз, в сторону. Гортань освободил, таз опустил. Ножкой толкаюсь и по нему качу. Развернулся на 180 градусов. Масса на передней ноге. Здесь же подсел и шаг в сторону. Спина ровная. Когда делали шаг в сторону, как будто на лыжах либо на коньках. То есть вы оттолкнулись, раз и вросли. Монолит, чтобы не было наклона. Сбрасывайте с плеча как будто бы. Как будто мешок сбросили. Но при этом вы удалкиваться ногой. Чтобы вы стояли хорошо. На сомнутых ногах вы не устоите. Будет тянуть. На прямые руки вы будете. Поехали. Это так. Когда за лицо работает, смотри. Вы освободили. Подбородок забывается. Подбородок забывается. Дальше. Пока вы глушите так средненько, то вы можете себе позволить их лишалость. Когда буду лушить сильно, четко в подбородок взгиб. Дальше. Когда на лицо, смотрите. Вы ножку зафиксировали. Своей второй ногой толкаете его в лицо. И поворачиваете. Не вращаясь, продолжаете до тех пор, пока он полностью не повернулся лицом вниз. То есть вот этим рулем, его заглушиваете до самого низа. Еще один вариант. Вы освободились и под него. Видно, я голову положил на него. Раз рука. Два рука. Придавил. И катил. Четко придавить и покатить. Вопрос. Поехали. Поехали. На тушку. Тем самым вы будете себя дышать и шею себе будете ломать. А давить нужно сверху на голову. Видно? Мне очень удобно. Руки по очереди отпускают. Иначе как только вы бросите две руки, он будет продолжать дышать. Поэтому вы одну, раз, два, придавили. И катит. Когда катит, сопровождается его за самым флором. Поехали. Когда берется замок. Движение более сложно. То есть его, конечно же, на его выполнение нужно больше времени. То есть это, в принципе, тот вариант, когда вы проспали. То есть когда человек успевает обхватить, упереться в свое плечо, упереться в вашу макушку. И после этого вы делаете вот такое движение. Отталкиваясь от его же макушки, наклоняя голову вперед, вы как-то срываете ее. Вверх снимаете. Голова вот так вот висит. Вы шар нет. И вы, как-то, ее, получается, снимаете. Раз. Что здесь делать? Раз взяк. Вот он будет. Смотрите, что я делаю. Ножками. Раз. Доворачиваю ручку. И полетели головы. Это первый вариант. Расчет пересогласования. Раз. Развернул. Смотрите. Важно, что передает их без руки. Раз. И довернул их. И здесь четко на рычаг. И второй, более простой вариант. Как раз на тот случай, если вдруг вы газ и не спили, тогда вы толкаетесь перед ногой и делаете движение, как будто делали за лицо. И снимаете локоток не просто вверх, а как бы вверх в сторону. Чтобы он выскальзывал с руки. Видите, снимаю его. Немножко в сторону его сломаю. И его роняю. У него здесь рычаг, в отличие от предыдущего варианта, еще больше. И падать еще сложнее. Еще раз. Смотрите. Первый. Раз. Два. И второй. Рука как вдоль. Немножко в сторону.